И вновь за стойкой я один, а это означает, что Тоня уже присоединилась к нашему гостю, которого я рад представить, Назар Варяг, представитель клуба «Ночные волки» Мотоклуба. Доброе утро, как началось ваше утро нового дня, как вы к нам добрались? Доброе утро, хочу пожелать всем крымчанам удачи, хорошего дня. Но у нас утро переходит из ночи, у нас сейчас круглосуточная работа, мы готовим мероприятие, уже несколько суток, просто без перерыва мы трудимся, поэтому утро у нас доброе, как и день, и настроение тоже. Так, ну что за мероприятие? Мы все знаем, что завтра у нас отправляется мотоколонна в Севастополь, но расскажите, кто может принять участие? Это только ночные волки? Ну, во-первых, у нас не мотоколонна, у нас мотоавтоколонна, то есть и автомобилисты, мы тоже их приглашаем, и принять могут все, все для кого вот эта шестая годовщина, это праздник, и кто хочет объединиться и вместе принять в этом участие. Поэтому на мотоциклах, на машинах, единственное, мы просим устанавливать и флаги, флаги России, флаги Крыма, Андреевские флаги, чтобы действительно показать, что мы едины, что это праздник. Завтра в 9 утра у Совета Министров Республики Крым на улице Сергея Ваценского мы собираем колонну, и в 10 часов мы стартуем на Севастополь. Организовано, и мы планируем в районе, ну, 11-30 прибыть в Севастополь на Сапун-гору, где у нас будет ожидать уже колонна Севастопольская автомото, где все мы вместе объединимся, единой колонной через город Севастополь. И там начнется, да? Да, через город Севастополь мы заезжаем на гору Гасфорта, на площадку международного байк-шоу, где и будет проходить все действие. Ну, я знаю, что год от года действие преображается, чем-то удивляете людей. Что в этот раз особенного будет? Ну, у нас много сюрпризов, все раскрывать мы не будем, но самое главное, по прибытии колонны мы будем высаживать лес. Мы в этом году запустили акцию «Русскому лесу быть», то есть мы в этом видим некий символ возрождения, особенно учитывая, что в прошлом году были чудовищные лесные пожары, огромное количество лесов выгорело, а для нашего человека лес – это священное место. Лес кормил, лес укрывал, лес дарил прекрасно, он дает воздух, он дает тени, поэтому мы решили, как некий символ возрождения нашей Родины, начать высаживать леса. И акцию подхватывают все регионы. Крым, как южный регион, уже именно завтра уже начнет высаживать леса, дальше пойдут Сталинград, Ленинградская область, Сибирь, то есть все регионы, они будут подхватывать эту акцию, и мы всей страной скажем «Русскому лесу быть». Скажите, я очень хочу присоединиться к этой акции, как поучаствовать? Надо приехать завтра на Газфорту, с собой саженцы везти. Все есть, надо прийти, надо взять себя, свое желание в этом поучаствовать, и каждый сможет посадить свое дерево. И сказать потом своим детям, своим внукам, сказать, что я сажал деревья. Ведь именно когда мы победили в Великой войне, когда страна буквально мгновенно поднималась энтузиазмом людей из-за руин, тогда Сталин приказал высаживать леса, сады. И тогда действительно выжжены, ведь огромная война прошлась огнем по всей стране, выжжены были леса. И тогда высаживали леса, ведь в Крыму практически после войны не осталось деревьев. И то, что мы сейчас видим леса, это высажены, это люди пришли. Нужно сказать, что их было гораздо меньше изначально, это были, по сути, голые склоны. Скажите, а какие породы будете высаживать, если не секрет? Ну, это, конечно, это крымская сосна. Это прекрасно. Ну, знаете, меня интересует такой момент, что эта акция пройдет по всей России. То есть вы отправитесь своей командой по всей России или нет? Наши братья по всей стране. Нас поддерживают огромное количество общественных организаций, просто граждан. Они просто будут подхватывать эту акцию и делать это в своих регионах. Но мне бы хотелось вернуться к нашему завтрашнему мероприятию. У нас очень интересная программа. У нас почетные гости, которые по прибытии колонны мы посадим деревья, они скажут свои слова. Это, конечно, будет Сергей Валерьевич Аксенов, это будет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Наш очень почетный и дорогой гость, это Денис Пушилин, президент Донецкой Народной Республики. Они поздравят нас с шестой годовщиной русской весны. И потом оживут декорации байк-шоу. То есть сейчас круглосуточно идет работа, подготовка. И, конечно, концерт, будет самодеятельность, будут выступать местные барды, актеры, группа «Обелиска». То есть, подождите, вход свободный, любой может присоединиться. Вход свободный, любой может прийти. Естественно, это мы делаем для всех друзей. Конечно, каждый может прийти. У нас будут завтра и наши почетные гости-музыканты. Это группа «Декабрь», это Юлия Чечерина, это Денис Майданов. То есть они приезжают тоже поддержать это наше мероприятие. К сожалению, время подходит к концу. Еще раз прошу вас огласить на всю страну, куда прийти, во сколько быть и где происходит. Значит, завтра в 9 утра мы собираемся в Симферополе. Автомотоколонна стартует в город Севастополь, куда прибывает в 11.30, объединяется севастопольской колонной и в 12.30 гора Гасфорта, площадка международного байк-шоу, где все мы соберемся и отпраздним шестую годовщину русской весны. Я так полагаю, что шоу будет идти до самой поздней ночи? Нет, не до поздней ночи. Программа будет часов до 6 вечера, потом уже все отправятся по своим делам, где-то как-то в семье с друзьями отпраздновать. Спасибо большое, что посетили нашу студию. Напоминаю, в гостях студии Назар Варяг, представитель клуба «Ночные волки». Большое вам спасибо. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Ну а наш эфир продолжается. Далее сюжет, что такое эпоксидная смола и какие изделия можно из нее соорудить.